Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами обсудим Матильду БП. Но обсудим мы ее очень кратко. Дело в том, что обзорчик на Матильду у меня уже был. Он есть у меня на канале. Ссылочку я добавлю вот здесь вот вверху в конце видоса. Сегодня же мы просто закатимся на Матильде в каточку. Посмотрим, чего она может, чего не может. Просто для того, чтобы вы понимали, имеет ли вам смысл отдавать 2.250 за тот набор, который сейчас появился в продаже. Итак, за 2.250 вам предлагают Матильду БП, четвертак лимона серебром, легендарный камуфляж на любителя, хотя смотрится прикольненько на Матильде. Есть Х5 в количестве 20 штук, но, ребят, опять-таки исключительно на Матильду. Поэтому здесь как бы под вопросом, надо оно вам, не надо. Есть 2 сертификата на покупку техники 5 уровня и на исследование техники 5 уровня. Слот в ангаре для данной машины и открытое все оборудование. Короче говоря, по чесноку, ну вот так вот прям положив руку на сердце, ничего вкусного в этом наборе нет. От слова совсем. Единственное, что можно сказать, что вы это все получаете дешевле, чем просто купить Матильду в дереве исследования. Она есть в ветке, вот, пожалуйста, заходи в Британию в любой момент, бери, не хочу, но, правда, пустая. И стоит она, по-моему, 2400. У меня она куплена, я так ценник, честно говоря, не помню, но, по-моему, 2400 она стоит. Так, 2250 с какими-то вроде бы плюшками. То есть, вроде бы какая-то экономия, 150 голды. Ну, в принципе, 3 дня видосы посмотреть рекламные. Короче говоря, вот она Матильда, погнали на ней в бой, посмотрим, как она играется. Сам обзорчик вы можете посмотреть у меня на канале, как я уже говорил. Я добавлю обязательно ссылочку. Вот здесь вот сверху будет подсказочка в конце видоса. Пока забрасываемся в бой, хочу обратиться к тем, кто подписан на мой канал. Ребят, я вам безумно благодарен, потому что именно ваши подписки это то, что продвигает канал вперед, дает возможность попадать в предложениях Ютуба для новых зрителей. Поэтому огромное вам большое спасибо за подписочку на канал. Ну и, ребят, те, которые еще не подписались на мой канал, я вам буду безумно благодарен, если вы это сделаете. Как я уже сказал, это вот те глотки воздуха, которые необходимы моему каналу для того, чтобы развиваться. На моем канале что вы можете найти? В первую очередь на моем канале вы можете найти честные, абсолютно никем не проплаченные, не купленные обзоры техники, такой, какая она есть на самом деле. Я не скилловый игрок, я не статист. Меня многие за это там пытаются оскорблять, но, ребят, не всем быть статистами это, во-первых. Во-вторых, не всем быть скилловыми игроками. И уж если вы не скилловый игрок и хотите понимать, как в ваших руках будет лежать та или иная машинка, стоит вам ее покупать? Не стоит. Стоит ли вам ее качать? Соответственно, смотрите мои обзоры и вы плюс-минус сможете представить себе, как эта машинка будет отыгрываться в ваших руках, если вы играете плюс-минус так, как я. Ну и я со своей стороны обещаю оставаться честным до последнего, никогда не прогнуться ни под кого и никогда не продаться ни за какие деньги. Потому что для меня честность самое главное. Подписывайтесь на канал, я вам буду безумно благодарен. Я же пытаюсь создавать конкуренцию тем ребятам, которые оккупировали просторы Ютуба и рассказывают, что каждая машина имбовая, ну и так далее. Я же все свои обзоры делаю исключительно с первого дубля. Я ни в коем случае никогда ничего не вырезаю, я никогда ничего не склеиваю, я никогда не играю 20-30 каких-нибудь боев для того, чтобы вырезать из этого всего массива 1-2 боя, которые будут самые зачетные, и сказать, что вот видите, какая классная суперская машина, тратьте свои кровные голдовые монетки на то, чтобы купить то, что вы когда возьмете себе в руки, поймете, оказалось полным фуфлом. Поэтому, ребят, подписывайтесь, я буду радовать вас исключительно честными обзорами на технику и на предложение в магазине. Итак, здесь отстоялись, вроде бы немножко урона набросали, счет 3-3. Матильда БП, честно говоря, машинка в моих руках не сильно живучая, не получается прям суперски на ней отыгрывать, вот прям вот совсем там всех наклонять, но играется как играется. Существенным минусом Матильды является, ну прям совсем унылая подвижность, вот прям совсем-совсем унылая. Что же касается пушки, пушка у нее довольно-таки точная, мне очень нравится пушечка, и очень хорошее КД, ну также сведение, время сведения вы сейчас видели, как мне игралось, ничего сложного не было, да, безусловно, в Декер Макса там я косанул немножко, но такое тоже в боях бывает. Именно поэтому я и говорю, что я не скилловый игрок и, честно говоря, этого абсолютно не стесняюсь. Кто-то меня раком называет, но мне, честно говоря, абсолютно не обидно. Итак, знак классности второй степени, 1175, простите, 1150 единиц урона, один уничтоженный противник, по результатам фарма 39 тысяч с серебром, но, ребят, будем говорить откровенно, это с учетом према, потому что если без према смотреть, то будет 26 с половиной. В целом, пятый уровень это вообще не для фарма и не про фарм однозначно, это про, наверное, какой-то кайф от игры. Второе место по урону. Вот, ну, поймите вы меня правильно, говорю исключительно субъективное мнение, по моим ощущениям, Матильда БП, она не является машиной фановой. Ну вот нет в ней фана. Если уже смотреть вот всю вот эту линеечку Матильд, которая у нас есть, там Матильда БП, Матильда на четвертом уровне тяж, в ветке Британии исследуемая Матильда четвертая, то мне, честно говоря, Матильда 4 нравится гораздо больше, чем Матильда БП. Она какая-то более, ну, играбельная, что ли. Матильда БП, да, у нее КД классная, у нее там очень хорошая точная пушечка, но на этом, в принципе, прелести заканчиваются, потому что Альфа, она, ну, окей, не сильно высокая, но машинка какая-то абсолютно неподвижная, то есть в отличие от других СТ-шек пятого уровня, особенно премиумных СТ-шек, данная машинка существенно уступает по ее мобильности. То есть передвигаться по карте, это прям, ну, я бы не сказал, что какое-то веселое приключение, абсолютно нет. Вот сейчас, допустим, я абсолютно уступаю в подвижности практически всем СТ-шкам, да, наверное, всем СТ-шкам я уступаю, откровенно, в данном бою. Меня чем всегда, как бы, спущала Матильда, и посмотрите мои другие видео по поводу всех Матильд. Самая Матильдная Матильда, как бы тавтологически это ни звучало, это просто Матильда, без каких-либо приставок, типа БП-4. Дело в том, что та Матильда, она тяж, понимаете, и по классификации в игре, как тяж, она абсолютно правильно двигается, потому что вот так должен двигаться тяжелый танк. Но когда ты берешь в руки СТ-шку, ты ждешь от нее подвижности СТ-шки, потому что когда ты берешь в руки СТ-шку, а двигаешься как тяж, ну, тут возникают определенного рода вопросы. Поэтому, честно говоря, вот самое более смущающее в данном танке для меня, безусловно, мобильность данной машины. Так, тут как-то, блин, так получилось, что пока мы дотянулись, пока мы там что-то под горку начали подниматься, то в итоге врагов разобрали без нас. Я сделал один шот по вот этому дохлому красавцу, но без особого какого-то урона. Как я уже говорил, передвигаться на Матильде БП это невеселое приключение, в котором прям хочется постоянно участвовать и которого ты, несомненно, как-то так ожидаешь с каким-то воодушевлением. Абсолютно нет. Передвижение на Матильде БП это вот такое вот унылое, тягомотное какое-то вот, не знаю, процессом это даже не назовешь. Так, что мы видим? Мы видим, что здесь был КВшник. Вот он, красавец, прячется. Класс, я еще и не попал в него, зато отхватил от него на 570. Да, что-то, короче, в этом бою вообще как-то... По-моему, в этом бою клево не будет. Так, Тигрик сейчас должен начать буровать. Однозначно должен буровать на Шарля. Хотя, если Шарль начнет откатываться по-нормальному, я хотя бы, может, как-то в бочинку Тигра поразбирал бы. Запаса прочности у меня реально на один шот от соперников. В корму потихоньку заходят. Так, не знаю, я должен сделать хоть что-нибудь полезное в этом бою, потому что пока я не сделал ровным счетом ничего. Вот видите, альфы не хватает вообще прям совсем. Ну, хотя бы добрал его, да? То есть, ну, уже хорошо. Может, хоть что-то полезное сделал в этом бою. По броне вы видите, то есть, ну, машинка пробивается. Да, спереди здесь броня как бы вроде бы должна быть, но не путайте абсолютно эту броню корпуса с броней корпуса у Матильды на четвертом уровне. То есть, Матильда на четвертом уровне, проходная, она гораздо комфортнее чувствует себя на своем левеле, чем это на своем. Поэтому, ну, прям вообще несравнимые машины. Итак, ребят, я не буду, наверное, даже дожидаться окончания боя, пока наши тут ПЗшку гонять будут, хотя, может, и успею сказать то, что хотел. Матильда БП – это машинка больше для коллекционера. Эта машинка не для фарма, эта машинка для не... ну, как бы, абсолютно не для того, чтобы разрывать рандом. Эта машинка не для того, чтобы накидывать какой-то сумасшедший ДПМ. В первом бою, вы видели, мне везло. Я постоянно имел возможность практически сразу после зарядки, ну, после перезарядки орудия сразу отбрасывать шот. Но с учетом ее крайне маленькой альфы, ну, это не дает абсолютно никакого результата. Сейчас победа, вот поверьте, абсолютно не благодаря Матильде, и абсолютно не благодаря тому, что мы там заняли, ого, ничего себе, второе место с конца, с учетом того, что последнее место занял вообще Чину, который, ну, просто ничего не сделал. Ну, не повезло, наверное, дать хлопцу. Поэтому, ребятки, скажу следующее. Брать ли за 2250, мое скромное мнение, нет, не брать. Потому что, когда были скидки 50%-ные, то эту Матильдочку можно было взять за 1200. Да, пускай голую, просто периодически бывает такое, что делают скидки на прем-танки, приуроченные к какому-нибудь событию, либо исторической дате, либо дате, которая что-то значит для варгейминга. И вот делают, допустим, там на 2 выходных дня скидки 50% на технику 5 уровня из веток, потом скидка там, допустим, 35% там, или 15% на 8 уровень, то есть можно ИСа 6 купить там со скидочкой какой-то. Ну, правда, на нем, на его ценники с несущественной скидкой. Но вот скажу вам откровенно, недавно было за 1200, может за 1200 еще кому-то и стоило бы купить себе БПшку сугубо в коллекцию, но платить за нее 2250, так как сейчас предлагается в магазине, я, честно говоря, смысла не вижу ровным счетом никакого. Потому что, честно говоря, за такие деньги, ну, понятное дело, что там прям совсем чего-то козырного ты не сыщешь. Но, ребят, посмотрите, вот сейчас появится ссылочка на СУ-85И, и пинайте меня ногами, не пинайте, но за этот ценник СУ-шечка будет куда поинтересней, чем Матильда БП. Ну, а дальше уже принимать решение вам, покупать или не покупать. И, как обещал, вот ссылочка на обзор Матильды БП, который я когда-то делал. Возможно, он поможет вам принять правильное решение, покупать ли вам сейчас за 2250 эту машину, или не покупать. С вами был ГСН, спасибо вам большое за просмотр, подписывайтесь на канал по желтому шильдику в правом нижнем углу, я вам буду безумно благодарен. А я же продолжу снимать для вас исключительно честные обзоры, руками не статиста и не скиллового игрока. Всех благ, всего хорошего вам, мира и, главное, спокойствия.